Кондиционер есть, музыки нет. Пусть пока без музыки, зато полноприводный и проходимый в любую непогоду. Плюсы нового автомобиля для езды по деревенским дорогам уже оценил водитель Увинской районной больницы. Вениамин Полянкин каждый день колесит по району, а пациентов в центральную больницу привозит из самых отдаленных деревень и сел. Расстояние дальнее, конечно, по 60-70 километров есть. Расстояние. Ну что, дорог-то нет путем. Поэтому на таких машинах-то полегче будет. Так ясное дело, это понятно. Машина уйдет для оказания первичной медицинской помощи. Это доставка специалистов до пациентов, пациентов в больницу. Также забор анализов материала, доставка материала в лаборатории города Ижевска. По одной такой машине уедут в Увинскую, Алнашскую, Болезинскую, Вовожскую, Дебёвскую, Игринскую, Кесскую, Можгинскую и к Шурбодинскую районные больницы, а также в Сарапульскую, Городскую, Детскую. А целый мини-автопарк сразу пять автомобилей направят в Глазовский район, столько же в Завьяловский. На сегодняшний день в Завьяловской районной больнице существует и функционирует 47 фельдшерских пунктов, 13 врачебных амбулаторий, радиус обслуживания до 70 километров. Поэтому эти пять автомобилей пойдут конкретно на врачебные амбулатории. Новые автомобили разъезжаются по районным больницам Удмуртии по федеральной программе «Модернизация первичного звена». Всего в этом году плюсом к сельскому санитарному автопарку добавится 123 машины. Больше половины уже в гаражах лечебных учреждений. Остальные поступят до конца года. Кроме того, в ближайшие четыре года сельские больницы Удмуртии оснастят новым оборудованием. Ждут поступления рентгенаппаратов, флюорографов, мамографов. Эта программа, которая в этом году стартовала, республика получает 1,1 в этом году миллиарда рублей и 5,7 миллиарда до 2025 года. Поэтому работа большая, стройки, амбулатории, врачебные, поликлиники, все мы с вами сможем, все достроим. И наше здравоохранение, наша первичная медико-санитарная помощь и, самое главное, наши пациенты будут получать качественную, доступную, надежную и безопасную помощь. Уже известно, на средства федеральной программы в Удмуртии построят ФАП в Воткинском районе, две врачебные амбулатории в Завьяловском, детскую поликлинику в Можге и взрослую в Воткинске. Елена Абуховская, Василий Кохряков. Новости.